Здравствуйте, я постараюсь смотреть в камеру, потому что камера у меня немножко сбоку, значит представьтесь для наших зрителей, читателей. Здравствуйте, меня зовут Светлана, я тот человек, который мечтает стать художником или писателем, но пока я вместо этого работаю менеджером уже много лет, и я там анализировала, что мне мешает наконец-то стать художником, писателем или кем-то из них, и очень рада, что я согласилась ответить на два моих вопроса, которые меня очень волнуют, и может быть она советует мне, что мне дальше делать с этими моими трудностями. Да, вы мне написали просто два длинных вопроса, еще написали, что у вас был какой-то проект, для которого нужно было кого-то спросить, если я вас правильно поняла, и я решила, что вопросы такие, на которые отвечать надо длинущим текстом, и прежде чем садиться в такие тексты опять писать незнакомым людям в письмах, я решила, что раз у вас проект, давайте я тоже себе сделаю проект, и мы это запишем на видео и покажем людям, может быть кому-нибудь еще будет полезно. вот. Хорошо, тогда задаю мой первый вопрос, он связан с тем, что когда мне в голову приходит какая-то идея, которую я могу нарисовать, либо сделать из этого рассказ, то я впадаю в ступор, потому что я знаю, что что-то подобное кто-то уже делал. Я умом понимаю, что невозможно быть оригинальной, невозможно сделать то, чего не придумал никогда и никто за те тысячелетия, что человечество занимается творчеством, но все равно не могу двигаться, я стесняюсь своей работы, не могу ничего с этим делать. И я думаю, что, конечно, и проблемы-то мои не уникальные, думаю, возможно, я не знаю, как справляться с таким стеснением. Не, ну стесняюсь своей работы – это совсем одно, да, а неуверенно в уникальности своих произведений – это другое. Стесняются, наверное, все понемножку. Ну, стеснение – это, в принципе, неуверенность в себе, вы просто, конечно, немного еще пробовали, и, конечно, вам, так как у вас опыта большого нет, очень страшно получить какие-нибудь плохие комментарии, да, то есть вы понимаете, как нормальный человек, что вы сделаете какие-то ошибки, что вы не создадите сразу шедевр, что, наверное, вы сделаете что-то слабое, вы также понимаете, что, как бы, вещи, которые вы пишете, надо публиковать, надо их тренироваться на публике, потому что это в этом смысл всякого такого творчества, да, чтобы взаимодействовать с публикой, смотреть на реакцию и совершенствоваться через это. И, конечно, вы боитесь удара, да, потому что вы понимаете, что вы новичок, вы попробуете, вы наделаете ошибок, и непременно придет кто-то, кто вам напишет, что, ну, слабенькое или ничего особенного, или еще что-то, а вам, конечно, хочется получать по-другому комплименты, которые вас питают и вдохновляют, чтобы вы там писали, рисовали еще, да, это, как бы, естественные все страхи. Вот, ну, нужно просто понимать, что, во-первых, люди, которые вам скажут, что что-то недостаточно хорошо, будут всегда, как бы вы ни писали, даже вот вы там, когда вы все премии соберете за ваше произведение, все равно еще найдется кто-то, который скажет, что на самом деле она писать не умеет, рисовать не умеет. К этому надо готовиться. С другой стороны, конечно, нужно понимать, что кто-то вам скажет это просто потому, что действительно так есть, да, вы не создадите сразу шедевр, и даже человек, даже профессионал, да, он может делать недостаточно хорошие вещи иногда, или у него может не получиться, или как-то там не доглядел, замылилась и там не поработал там лишний раз над текстом или картинкой, она получилась не такая безупречная, вот, тогда приходится как бы выслушивать, как бы ужас в том, что когда вы уже настоящий профессионал, у вас немножко больше вот это есть трезвость ума, да, то есть вы больше понимаете, где сами, где у вас хорошо, где у вас плохо. Чем у вас меньше профессионализма, тем больше неуверенность, вот правда ли меня ругают, зря или не зря, и действительно ли у меня так плохо, вот, но этому вы можете научиться только проходя через вот это все, да, то есть это просто надо взять на путь, что называется, да, принять на грудь и пройти через это, да, это просто надо пережить, то есть вы можете, вы должны научиться отличать, что такое хорошо и что такое плохо, да, для этого вы можете спрашивать профессионалов, если у них будет время поговорить с вами, да, какую-то конструктивную критику дать, вот, но очень много вы такой не найдете, потому что людям обычно некогда тем, которые умеют критиковать, потом вы можете смотреть очень много образцов хороших, ну, которые признаны как хорошие, и пытаться понять, чем они хорошие. Это и в искусстве, да, и в изобразительном искусстве, и там, в литературе, вот смотрите, читайте книги, пытайтесь понять, что в них хорошего, почему они легко читаются. Если вот вам книга понравилась, пытайтесь наличить, что вы читали, что-то, вот я недавно писала о том, что некоторых читаешь, да, и просто прямо перед глазами какие-то образы возникают, прямо вот всю эту комнату себе представил, всю эту улицу, всю эту Испанию себе представил, как будто там побывал. Ради этого читают книги, да, причем я местами читала книги, про которые очевидно было на 10-й странице, что там примерно будет, да, потому что ничего оригинального нет, но читаешь, как будто бы прям съездил туда, и многие книги читают только ради этого, чтобы себе это представить. Вот оно так написано, что прям вот попутешествовал в другие миры, все это пережил. И даже если более-менее там угадываешь, куда автор клонит в плане сюжета, все равно читать приятно. В других местах, да, есть вот такие авторы, которые просто читаешь и думаешь, господи, как же можно было так написать, да, вроде на одном языке говорим, автор пишет словами, которые я все знаю, ни за каким-то там словами лезть не пришлось, но я вот это слово никогда не вспомню в разговорной речи или не использую таким образом. Вот я вот так читаю Татьяну Толстую, да, местами вообще не важно, что там написано, я просто иногда предложение какое-нибудь прочитаю, возвращаюсь обратно, еще раз его читаю, думаю, как же можно было так додуматься, вот так сказать, да, что такое предложение красивое, что такие слова подобраны. Ну вот это тоже, да, текст, который читается ради того, что его читать приятно, интересно, и думаешь, вот как же человек вот так вот написал, при том, что тоже как бы, ну, история есть, конечно, но не в истории дела, читаешь ради того, что просто сам текст написан красиво. Ну вот с изучением образцов как раз и проблема, в том случае, что изучить их, конечно же, можно, и когда мне дальше рождается идея, что можно было сделать, я понимаю, ну да, это я видела там, там и там, и вот эта вот опасность как бы плагиата, она страшна, хотя я понимаю, там 40% переработанных, да, внесения изменений материалов, и уже материалы не являются плагиатом. Вот с этим что делать, если ты вот в своих работах сразу уже узнаешь влияние, я прям, не знаю, копирование даже. Ну, а в таком смысле вы, например, копируете, если вы литературу какую-то пишете, то есть, например, вот если вы прочитаете книжку «Спасите котика», да, эта книжка, она... Да, читала. ...она вообще-то про сценарий фильмов, но от этой книжки, честно говоря, автор берет, потому что после того, как я эту книжку прочитала, мы ее честно прикладывали к огромному количеству фильмов, причем в том числе брали фильмы пооригинальные, которые считаются жутко необычными, и там, ну вот там, иниориту, да, у него там необычно складывается все, и необычно построен сюжет, и как бы идеи необычные, и все равно, даже вот в самых таких вот крутых фильмах, мы в общем понимаем, что в общем, да, автор прав, в эти сколько там он привел 15-17 сценариев, укладывается все, то есть, он там обозначил несколько возможных сюжетов, которые там возможны, вот, и обозначил совершенно четко структуру фильма, да, в каком месте вот нужно описать там, что происходит, до какого места должна наступить там завязка, до какого развязка, где, но даже точно показывает пальцем, на какой минуте фильма должен случиться момент отчаяния, после которого там шоу-даун, и ужас в том, что практически все фильмы в этот сценарий вписываются, более или менее, это же ужасно, да, при этом куча хороших фильмов все равно, и все равно находятся фильмы, то есть, я писала про то, что у нас еще спорт такой есть, смотреть новое кино, и пытаться на десятой минуте все угадать, чем кончится, и потом, если случается чудо из чудес, что оно заканчивается не совсем так, как мы предсказали, не теми тремя способами, которые мы сразу предсказали, это вообще счастье и везение, что мы такой фильм нашли, и тем не менее, фильмы смотрим, книжки читаем, то есть, да, очевидно, что все человеческие драмы, они, в общем-то, на что-нибудь да похожи, и почитайте, у меня вопрос-ответ, у меня уже периодически пишут люди, что ж такие все одинаковые, у всех одинаковая трагедия, причем интересно, что каждому кажется, что его трагедия совершенно уникальна, то есть, каждый думает, что его трагедия, это вот у него, ни у кого такого не было, он один на свете, а при этом кто-то читает, блин, это десятый раз, почти одними теми словами, да, я сразу и сказала, что вопрос у меня не уникальный совершенно, да, но просто имеется в виду, что, понимаете, тем не менее, еще находятся, все равно люди, которые пишут интересные книжки, находятся люди, которые читают, во-первых, интересным образом, если вы опишите что-то, что у всех их было, если вы это хорошо опишите, это даже неплохо, да, то есть, все считают, что надо какую-то супер уникальную историю родить, но на самом деле, вот представьте себе, да, вот вы читаете эти же вопросы-ответы, пишут люди о вещах, которые уже, ну там, ну 200 человек приходят просто из одного только треда, которые говорят, у меня точно такое было, но почему они это прочитали, почему они пришли поучаствовать, потому что их тронуло за душу, они это пережили, и тут они говорят, слушайте, у меня прям точно такими же словами было, я об этом же плакала, а потом, вот честно, вот вы еще до этого не дошли, а я вот потом думала, какая я была дура, или там еще что-то, то есть люди чувствуют себя понятыми, когда вы пишете об историях, которые были уже с кем-то, то есть, во-первых, не нужно придумывать совершенно уникальную историю, пишите о том, что бывает у всех, если вы об этом хорошо напишите, будет нормально, потому что люди это тоже переживали, и им приятно, в принципе, прочитать что-то, что им знакомо, просто вы, например, ну имеет смысл писать о каких-то ситуациях, которые вы пережили и переработали, потому что вот когда вы прямо внутри ситуации, вам, конечно, очень хочется кричать, но лучше не писать вот в эти моменты литературные произведения, потому что звучать они будут истерические и очень узколобы, так же, как человек себя чувствует, а вот когда вы это все пережили, переработали, уже дальше пошли и смотрите с высоты человека, который уже от всего этого отстранился и в следующем этапе живет и уже способен об этом поговорить без истерики, вот тогда вы будете совсем по-другому, то есть, с одной стороны, вы еще помните, как вам там рыдалось, как там все было ужасно и как это все было переживательно, с другой стороны, вы уже переросли, вот, и вы сможете такой взрослый, зрелый текст написать, вот попробуйте вспомнить детали, попробуйте вспомнить вообще, что там было и написать об этом красочно, тогда люди почувствуют себя понятыми, вот, и еще был вот совет, я писала советы, да, про то, как, ну, это советы из моей семьи о том, как написать хороший текст, задавайте себе серьезные вопросы, да, задавайте себе вопросы о жизни, смерти, любви, просто вот посмотрев на абсолютно любую ситуацию, начиная там от того, что вот собака попила в луже или еще что-то, вот задавайте себе вопросы, вот произошла какая-то, произошел конфликт, произошла очевидная ситуация, где вы тут же на стороне, кого-то есть обидчик, есть хороший, есть плохой, и все там болеют за какого-то героя, а вы попробуйте, ну, хотя бы на одну секунду посмотреть на это все глобально и задать вот вопросы там честные по отношению к каждому персонажу, злой, почему он стал злым, он же тоже не такой сволочью не родился, у него какая история, у него же тоже, наверное, какая трагическая история, которая сделала его нехорошим, злым человеком, жестоким, или, может быть, он вообще не злой человек, да, это может быть такое вот слишком банальное, а может быть просто у него у самого такая травма, что он так пытается защищаться, что делает вещи какие-то невозможные, да, потому что он просто боится, что ему сделают больно или еще что-нибудь, да, то есть посмотрите на обидчика, как на человека, посмотрите на жертву, а она-то какой вклад внесла, это же тоже очень интересно. Есть целая наука о жертве, которая занимается вопросом, что жертва сама сделала, грубо говоря, для того, чтобы стать жертвой, либо что она, может быть, могла сделать, то есть помимо того, что существует, конечно, везение и невезение, но иногда, иногда жертва вкладывает активный вклад в то, что происходит потом с ними плохого, вот, то есть мой дедушка целую диссертацию составил в случаях, где жертва как бы была убита в начале истории, да, потом выясняется, что жертва 5 лет над этим работала, чтобы довести своего обидчика, в принципе, простого и доброго человека вот до смертоубийства. Много было стараний приложено, много было подлости сделано. Вот это, например, да, интересно, то есть это тоже супер банальная история все, ну вот люди там один другому пообещал, один там 5 лет делал то и это в надежде, что вот ему это сделать, потом обманули все его надежды, у него там все порушилось, он пошел убил, тоже ничего такого, да, но вот когда вы об этом начинаете думать чисто по-человечески и вместе с читателем размышлять, вы представляете, что там было, вот как ему было плохо, а как же этому было не страшно, а чем этот думал вообще, а он что, не думал, что так получится, да, вот когда вы начинаете такие вопросы задавать, у вас получается ваша уникальная история, потому что, во-первых, ваша история все равно немножко другая, во-вторых, ваши чувства и потом вы просто прикладываете к этому ваши мысли, у вас есть ваша картина мира и рассматриваете все через вашу призму, через призму вашего вкуса, вашего опыта, вашего критического взгляда, тогда у вас получится своя история. Спасибо за правильные слова, я как раз услышала то, что мне надо, что в уникальности часто как раз бывает сила, поскольку человек может себя отрожествить с героем или без той ситуации, которая происходит, ну, описана в произведении. У меня тогда вопрос, сейчас, не извините, мне нужно прерваться, извините, это был случай, который я говорила. Да, продолжаем. Да, вот, сейчас я попробую начать с того же места. Вот, и мне интересно, как такое узнавание можно использовать в живописи, ну, то есть я понимаю, что я вообще не пишу там философские картины, да, там, у меня какие-то бытовые такие истории, все, что я там могу, это фрукты, яблоки, там, не знаю, кошки. И, может быть, действительно, мне не нужно бояться повторять что-то известное и знакомое, потому что, может быть, это действительно понравится, не знаю, по сравнению, если у книг есть читатели, то у картин зрители, да? Ну, вообще, все, кто видит то, что я рисую, это там близкие люди, да, все говорят, что очень здорово и очень хорошо, то есть они поддерживают. Это уже очень хорошо. Да, отказывают мне одобрение, вот, и я вот именно боюсь выйти за ближний круг, что кто-то скажет, это же плагиат, это же, как же, вот рисовал, не знаю, Фридоколо, да, например, хотя, конечно, когда мне там говорят, что это очень на нее похоже, каким-то местом, вот, в общем-то, мне лестно, да, скорее, да, вот, ну, то есть, наверное, вот я попробую, да, ваши слова еще, я смысл... Ну, вот смотрите, вы говорите, да, что, например, ваша работа сравнивают с работами Фриды, да, в чем они похожи-то, сюжетами или исполнением, или чем? Ну, думаю, что исполнением, скорее, подбором цветов. Ну, исполнение, подбор цветов мы вообще не обсуждаем, да, потому что, как бы, вот, существует сколько-то цветовых палитр, и кому-то какая-то нравится какая-то цветовая гамма, кто-то пробует разные, кто-то сел на одну, вот, и что же теперь, да, то есть, ну, правда, мы с ума сойдем, если мы будем ссориться из-за того, что кто-то у кого-то украл цветовую палитру. Более того, как бы, существует такой прием в иллюстрации, совершенно легальный, когда берутся работы известных художников, которые просто удачно выдались в цвете, у меня это в двух книгах упоминается, да, и существуют уже в интернете такие инструменты, в которые запихивается эта картинка, и инструмент выдает 20 самых используемых цветов на этой картине, и эту палитру полученную потом просто берут, открывают в фотошопе, пипетку туда тыкают, чтобы для своей картинки использовать эту цветовую гамму, потому что она так хорошо получилась, да, вот у Альфонса Мухи, у меня в книге, по-моему, в этом, в «Тайных знаниях иллюстраторов» даже есть несколько палитр, прям сделанных из известных картин, чтобы вот показать, какие там вот цвета доминируют, потому что посмотреть, вот показать, что, например, у Альфонса Мухи замечательное сочетание вот красного с оранжевым и вот с этими холодными зелеными и так далее, да, что ж теперь, да, он, понятно, что он это и, может быть, как-то удачно увидел в природе, нарисовал, а потом тысячи миллионов художников-иллюстраторов у него за это время срисовали эту гамму, ну, что ж теперь, да, и я уверена, что он где-то вот посмотрел в природе, обычно кончается тем, что, то есть, начинается с того, что первым кто-то посмотрел это в реальной жизни, увидел такую красоту, заметил, я не знаю, можно ее увидеть на крыльях бабочки какой-то или еще где-то и просто использовать, а другим понравилось. Вот. Еще у меня для вас есть очень простой совет, который вам обязательно поможет. Значит, есть одно, один совершенно потрясающий, потрясающий мастер, он самый лучший вообще на свете, у которого можно подглядывать совершенно легально, вот, с уверенностью, что у вас получится просто всегда хорошо и вас никто не осудит, это ваш окружающий мир и окружающая природа. Значит, обычно выигрывают те художники, которые реже смотрят, то есть, на других смотреть можно, но когда вы что-то рисуете, старайтесь как можно больше пользоваться референсами из реальной жизни. Дело в том, что даже когда вы рисуете котика, да, то есть, есть серверы, где просто, не просто котики, да, а стикеры с котиками в разной позе, там, предложенные, и там просто, наверное, тысячи миллиардов котиков, и можно найти котика в любой позе, но все-таки рекомендуется, если вы хотите нарисовать котика, посмотреть на живого котика, который лежит, потому что в реальной жизни живой котик всегда как-нибудь забавно лежит, если нарисовать с натуры, вы обязательно увидите какую-нибудь складочку или какое-нибудь смешное лежащее ухо, или там круглую ту кошачью плюшевую попу, которая вот, она забавная, и вы поймете, чем она забавна, да, и вы попробуйте ее изобразить, и попробуйте передать эту форму, и получится трогательной, и похоже, и живо, вот, даже если вы будете просто, вот почему моя мама, да, она рисует все время натюрморт, она ставит себе натюрморт и переживает, что вот пока свет есть и все есть, надо его нарисовать как есть, что мы перчиков не видели, да, или что мы ромашек не видели, но вот когда ставишь себе обычный там перчик, ромашку и какую-то вазу, обязательно они отбросят какую-нибудь тень, или как-нибудь сочтутся, вот эти палки с фруктами, еще с чем-то, так как вы не совсем ожидали, да, вот как-нибудь, вот что-то в этом будет, да, это видно, например, вот в рисунках японских мастеров, которые рисуют комиксы, и между этим бесконечно делают наброски, вот прям вы по комиксам видите, что они подсмотрели в природе, вот там какой-нибудь там мальчик сидит, лестница, да, обычные вещи, а перед этим клумба, и вот прям по этой клумбе понимаешь, что эту клумбу он видел, потому что это нарочно не придумаешь, там вот пару каких-то камушков, там что-то лежало, но какая-то палка криво выросла, оттуда торчит смешно, какой-то кусок забора, понимаешь, что вот если бы человек из головы рисовал забор, он бы вот это нарочно не придумал, а вот он увидел какой-то обычный заборчик, но вот там вот что-то какая-то на нем тряпочка была привязана, там растение какое-то вылезло, и вот оно выглядит ужасно живо, ужасно вот необычно, не так как у всех, потому что вот прям понимаешь, что он это видел живьем где-то, вот, и вот это просто очень простой совет, делайте наброски, да, в том числе делайте наброски со столов, швагов, что-то со звуком происходит, да, вы знаете, это просто очень надежный метод, да, просто абсолютно любую ромашку, вот я вам прям точно говорю, что если вы ее возьмете, эту ромашку где-то найдете, ну это может быть иногда, если вам прям точно хочется ромашку, да, это будет займет немножко больше времени ее добыть, но оно стоит того, вот просто вы ее положите перед собой на стол, и она точно будет совершенно другая, чем если вы просто ее нарисуете из головы, поэтому я советую это как можно чаще делать, да, и если вы хотите что-то нарисовать, не знаю, неважно там, что вы рисуете, но тебе может и пейзажи или какие-то интерьеры, даже просто вот какую-то сценку на столе, я говорю вот просто даже стоящую в углу швабру, там с ведром и с чем-то, нарисуйте ее с натуры, найдите ее где-нибудь, и вы найдете какую-то забавную деталь, которая жутко оживит всю картину, да, и вот это стоит того, потому что простые вещи вы нарисуете немножко не так, как все, просто стопроцентно, потому что вы их нарисуете с натурой, живые, обязательно какая-то будет деталь, которая вот это все оживит, это ну такой хороший способ, вот, а потом, ну что касается Фриды конкретно, манера исполнения у нее такая, что вот, ну она как бы известный сюрреалист, и работала в такое время, когда там целая, как всегда, группа художников работала, я могу сразу еще там парочку назвать, вот, и никто из них не ссорился из-за того, кто в каком стиле пишет, похожая была манера исполнения, тут же главная история тоже, понимаете, она свои трагедии рисовала, это, кстати, довольно спорный вопрос, стоит ли так рисовать там свои болезни, трагедии, или стоит наоборот там свое светлое будущее рисовать, это отдельная тема, но у вас же свои трагедии, свои истории, или свои может быть там, надеюсь, не трагедии, вот, и поэтому, если вы будете рисовать свои истории, и думать, как вы это будете интерпретировать, у вас в любом случае будет работа ваша, и просто то, что вы хотите изобразить, ищите это где-нибудь, или ищите хотя бы референс, если вы там какой-то, если нету этого там просто вот рукой, не знаю, там, если вы настоящее там как фритм сердце, нарисовать захотите, вероятно, вы не найдете настоящее, но можете хотя бы посмотреть в интернете, а остальное цветы людей посмотрите, да, вот, и у вас просто будет интересная работа, оживая, за счет того, что вы подсмотрели в реальной жизни, и рисуйте ваши сюжеты, то, что вас в жизни трогает, и у вас будут ваши работы. Мила, спасибо большое, вот, мы тогда можем ко второму вопросу переходить, да, как я там в самом начале сказала, да, там, менеджер, и работаю в офисе, 5 дней в неделю, у меня есть выходные, у меня есть вечера, когда я могу чем-то заниматься, но у меня есть там семья, еще какие-то обязанности, и поэтому я научилась выкраивать время для творчества, я выкраиваю время для творчества, я понимаю, что, например, в субботу у меня будет 2 часа времени, когда я смогу порисовать, я всю неделю это предврушаю, и вот, когда это время наступает, вдохновения у меня нет. И, как я советую, вы советуете, да, в книге, можно взять список задач, и когда ты понимаешь, что нет вдохновения, ты из этого списка выбираешь что-то, что в данный момент тебе пойдет. Но поскольку это для меня скорее хобби, то у меня этот список очень короткий, там, 2-3 пункта, и когда время наступает, выясняется, что либо то, что есть в этом списке, то у меня отсутствуют материалы, потому что они, не знаю, вот я масло с мольбертом, да, с холстами, я храню на даче, к примеру, поскольку в квартире нет места. Вот, вроде хочу порисовать, нет материалов, какую-то задачу из списка выбрать не могу, собиралась вроде бы всю неделю и собиралась, и вот что с этим делать, время прошло впустую, и как вы хотите с такого ступора? Ну, во-первых, у меня вопрос, да, то есть у вас вдохновение нет этим заниматься вообще, или у вас нет, вы не знаете, что рисовать, вам порисовать хочется, но вы не знаете, что рисовать, это же разные вещи. Наверное, не знаю, что рисовать, то есть я бы вот села, я бы уже приготовилась, время освободила, инструменты приготовила, ну да, наверное, делаю... Понятно, то есть вы как бы теоретически рисовать хотите, потому что то, что вы сейчас сказали список задач, да, вы называете разные задачи, например, задача порисовать маслом, порисовать карандашами, порисовать на природе, поклеить калаш или что-то еще, да, это разные жанры, но внутри одного жанра вот вы только пишете маслом, предположим, у вас же тоже может еще быть стратегический план, о котором вы здесь ничего не упомянули. Значит, стратегический план, это возможный план, что вы могли бы порисовать. Дело в том, что вот этот, есть этот стопор просто белого листа, когда вы все вещи, я у меня часто порисовать маслом, а что же я маслом этим собиралась писать. Вот когда начинаешь в этот момент крутиться на месте, что я хотела маслом писать, это, конечно, не очень хорошая ситуация, вот. Но вы пять дней в неделю работаете на работе, да, у вас между этим вы что-то смотрите, вы что-то прочитали, у вас что-то там было, и у вас когда-нибудь возникает, или если не возникает, то тренируйтесь такие мысли, думать, что вот про это я бы картину нарисовала, да, допустим. Я не знаю, что вы рисуете, но если вы Фриду упомянули, может быть, вы что-то сюжетно рисуете, да, а может быть, вы что-то, не знаю, там, какие-то там натюрморты, пейзажи, еще что-то. Натюрморты, да. Ну вот, предположим, да, натюрморт – это вот такой жанр, да, я тут всегда всех гоню на свою маму смотреть, да, потому что мне кажется, что она ужасно интересно пишет натюрморты, потому что натюрморт – это такое вообще-то тоскливое всем ненавистное, да, в художке ставили все эту вазу ненавистную миллионную рисовали, а моя мама, она в натюрморты ставит книжки чужие, какие-то фотографии, картинки на фон, да, и какие-то интересные вещи использует, фигурки, скульптурки, я не знаю, вазы, все время находит. Кстати говоря, если зайти к моей маме на кухню, вы всегда увидите штук шесть букетов на столе, то есть они все становятся натюрмортом, но если она где-то идет и видит где-то какую-то колючку прикольную, она ее обязательно обтерет, она всегда идет в магазин или в библиотеку, приходит с каким-то веником, да, этих веников стоили пять штук, из них там два купленных, потому что она увидела какую-то там, не знаю, ирис купила, потом она шла мимо какой-то клумбы и увидела, что у нее дома вот ирис фиолетового цвета, а тут какие-то ромашки точно такой же фиолетового цвета, или не знаю, что это там, исельки, и тащит, значит, потом она дома смотрит, у нее куча вазочек. Факт, что она любит натюрморты, она об этих натюрмортах все время за один час и думает, она какую-нибудь штуковину найдет, там хреновину, которую дома держать не обязательно, но она прикольная, она могла бы прикольно пригодиться для натюрморта, ее можно притащить домой, потом ее можно выбросить, неважно, да, или передарить, или что-нибудь такое, но как бы она натюрморты рисует не постоянно, но она все время держит в голове, что бы ей такое хотелось. Значит, если у вас возникла какая-то идея, вы можете начать ее культивировать, вы ее обязательно запишите, потому что в момент, когда у вас свежая идея, вам кажется, что вот я ее не забуду, она такая важная, потом через день будете вот прям в эту бесе, вообще близко даже не помнить, что там было, потому что накроет стрессом и чем-то и не вспомните, потом вспомните через месяц, блин, ну что же я ее вместе вспомнить не могла, теперь поздно все завяло, что хотела там в это вставить. В общем, если у вас есть идея, вы ее запишите, вот возьмите себе, заведите одну бумажку или один список для этого и пишите, причем пишите такими словами, чтобы вы через три месяца тоже еще могли понять, что это, не надо там аббревиатур всяких, потому что потом сами не знаем, что имели в виду, напишите, что вы хотели зарисовать, из чего вы хотели сделать натюрморт. Если вы, не знаю, что-то увидели забавное, да, вот возьмите и поставьте себе на стол фигурку, я не знаю, или что-то, вот что вы решили рисовать, оно вам нравится, и ходите и думайте, а что бы к этому могло подойти, да, то есть я недавно писала о том, что я пришла к маме вообще чаю выпить, а мама на меня кишиным взглядом смотрит, потому что я пришла в кофте и мама говорит, вот мне как раз вот это вот такое бы на фон, вот, ну хорошо, я могу кофту снять, что там, в другой кофте похожу три дня, вот, то есть, ну вы понимаете, у вас начинает включается творческий хищный взгляд, вот что бы сюда фоном сработало, это же может быть и кофта, и куртка, и в конце концов, не знаю, что, книжка, и вот вы можете, например, этот натюрморт собирать уже неделю, да, просто думайте, вот что у меня будет, потому что мама, когда каждый раз готовит натюрморт, она полдня ходит и его собирает, вот у нее натюрморт кончится, надо следующее придумать, но ей хорошо полдня его собирать, у нее куча всяких материалов, которые уже приглянулись, и она там это завела, потому что когда-нибудь нарисует там цветов, 5 букетов стоит, вот вы тоже, вы идете там с работы домой или на работу, вы увидели где-то в клумбе, да, какие-то колючки забавного цвета, которые, может, ничем не особенные, но у них сами цветочки ярко какого-то цвета, это очень было бы забавно нарисовать и попробовать в этот цвет попасть, вот вам уже творческая задача, вот вы возьмите и принесите эти колючки, пусть они у вас на работе, на столе постоят, потом вы их притащите домой, потом вы еще сообразите, какую вазу к этому, потом у вас ваза не найдется, вы ее в бутылку воткнете или там в кувшин или в кастрюлю, неважно, да, и вот кастрюля по цвету подходит, это будет забавно, вот, и вы можете вообще этот натюрморт собирать долго, да, а потом, когда у вас будет на конец момент, вы все это поставите или уже оно у вас будет в мыслях и вы это нарисуете, либо вы можете сюжеты какие-то записывать, я не знаю, мало ли вот вам сюжет захотелось нарисовать, когда хочется нарисовать сюжет, для него иногда вообще не одну минуту собирается материал, потому что, ну, вот та же Фрида, вот она рисовала какие-то трагические истории, у нее там цветок, там ребенок, там и так далее, вот это все, это же можно где-то найти, подготовиться, да, можно, например, какие-то элементы, которые вам нужны поискать в интернете или поискать в журнале, вы можете откуда-то вырезать какую-то штуку просто себе в тетрадку или просто вот наположить перед собой, можете собирать материалы и идеи, или вы где-то наткнетесь на какую-то одну идею и вокруг нее будете строить картинку, в общем, вы можете собирать материал всю неделю, у вас много времени, так, чтобы когда вы сели, у вас было несколько идей на выбор или хотя бы одна оформленная, вот там, чтобы вы этот натюрморт уже доставили, уже добрали к нему то, что надо, и сели его рисовать, например, да, и, конечно, в идеале было бы хорошо, если бы у вас в какой-то момент проектов таких потенциальных было 2-3, скажем, вот вы хотели черно-белый натюрморт, у вас для него почти все есть или там главный элемент есть, а еще вот вы там туфли вам, у вас там красивые, вы подумали, что может быть с туфлями поставить натюрморт, у вас идея была или еще что-то, а вот у вас был набросок кисоньки, я не знаю, да, вот иногда кошка валяется под ногами, не нужно большой рисовательной акции, вот она валяется, сделать с нее набросок, из этого наброска можно потом сделать картинку, да, вот, например, у художников очень часто можно увидеть наброски, на которых подписано, что какого цвета было, потому что они хотят не забыть, например, вот у моей мамы очень часто бывают зарисовки людей на улице, и там девушка какая-то нарисована одной линией, да, там, ну вот, чтобы формы девушке передать, там девушка в смешной толстой куртке, в туфлях, и там вот ножки торчат, и там подписано, что куртка была ярко-красная, и туфли такого же цвета, потому что в этом весь кайф этой девушки был, что она как-то так одела, что она такая шарик на ножках, вот, и вот у нее куртка красная, а снизу такого же цвета туфли красные, там ножки в черных колготках торчат, и этого ей достаточно для того, чтобы потом сделать картинку, она потом девушку дофантазирует, потому что она ее не так точно с натурой нарисовала, но вот эту характерную форму она схватила, и цветовое решение, из-за которого она была забавная, поэтому вы можете, вот главное, от идеи зарисовать и запечатлеть очень коротко, оно не важно, какое будет там красивое некрасивое, да, для вас, чтобы вот вы и запомнили, в чем у вас фишка была, а потом вы сядете и это все разрисуете, будете работать над формой, сделаете там набросок получше, и вот, но как бы у вас будет вот этот образ, который, от которого вы оттолкнулись, у меня тут открываются окна, вот, то есть вы можете заранее готовить материал, если вы что-то забавное увидели, вы можете это приготовить, вы можете записать, зарисовать, вы можете даже что-то, у меня скайп сейчас начал мне открывать окно, сообщающее, что все вообще мои знакомые онлайн, поэтому я так, ну, где я пишу экран, поэтому я отвлеклась от речи, начала закрывать окошко, вот, то есть вы можете готовиться заранее, и вам нужен план, вы буквально каждую мысль пишите, потому что вы потом ее забудете, вот, выполняю, побегали, а вы можете, кстати, ваш план потом посмотреть и просто в обед какую-нибудь мысль развивать, вот вы там забыли уже, что вы хотели кошечку рисовать или туфли или что-то, а тут вы сели, посмотрели, окей, я могу за обедом, по крайней мере, подумать о том, как я это буду дальше, да, развивать мысли, вот вы эту мысль развиваете, пишите, вы, может быть, в конце концов книжку напишите, да, то есть очень часто у меня бывает так, что я где-то напишу-пишу, у меня получается план книги целый, то есть что-то я хотела там историю написать, статью, потом понимаю, что две статьи, потом серию статьи, потом понимаю, что вообще-то вот это уже книжкой должно становиться, просто в этот план как бы потихонечку можете пополнять, у вас либо будет план опять картинок разных, либо там на что-то более крупное, вот, а потом, когда вы сели работать, вы это выберете, этот стратегический план и смотрите, вот, что с этим можно, что из этого можно взяться делать, и вам будет легче за это взяться, потому что у вас идея уже была, вам не надо придумывать велосипед на ровном месте, вот, в этот момент. Ну и таких, опять же, если несколько проработано, да, то больше шансов, что, ну, так сказать, то, или либо то, либо другое, да, все, что-то, так. Да, сейчас я вас стала плохо видеть, сейчас ваши изображения стали на пробе, потому что видео стало настолько плохое, что его как бы спасать больше смысла нету, вот, поэтому оставим хотя бы звук хороший. Да, вот, я услышала, на самом деле, полезные вещи для себя очень, которые вот уже хочется, вот, ну и я надеюсь, что я, когда буду все присматривать, переслушивать, то еще больше смогу почерпнуть, ну вот, мне кажется, да, я знаю, и моя проблема не совсем в этом была, но в чем я написала, вы мне хорошо объяснили. А в чем была проблема? Ну, вот я понимаю, что вопрос оригинальной идее, он даже скорее, будучи с неуверен, что в себе связан, а, в общем-то, то, что идея не оригинальна, это даже сильная сторона, да, если литературу говорить, вот, и я поняла таким образом, что то, что рисуешь сама, всегда будет оригинальным, просто даже по факту... Ну и то, что ты видишь сама, из своего, совершенно своего личного опыта. Да, то, что это будет совершенно оригинальная вещь, вот, ну и что делать, когда не вдохновение, больше готовиться, больше работать, чтобы список был шире и проекты были больше проработанными, потому что, если к моменту, так скажем, сеанса, да, творчества, проекты будут не задумка, да, нарисую котика или нарисую, там, яблочки или еще что-то, а уже будет какая-то подготовка проведена, то уже и толчок, наверное. Мне кажется, что вы просто путаете понятия, да, потому что нету вдохновения, да, это означает, что вы сели рисовать, у вас в плане написано, что час рисовать вам, а вам рисовать неохота. Это другая ситуация, когда рисовать неохота, вот, то есть, если у вас такая ситуация случилась, то надо не рисовать, потому что зачем рисовать, если вам не хочется, идите огород копать, да, ну, по-серьезному, это другое, но у вас есть вдохновение, вы краски развернули, вам порисовать охота, просто у вас немножко такая наступает фрустрация, потому что вы хотели прям сесть и фигачить, что называется, а вы не знаете, что, вот, ну вот к этой ситуации надо просто заранее готовиться, просто у меня уже, понимаете, у меня такая счастливая ситуация, что я этим занимаюсь очень давно, поэтому у меня список из, там, 50 пунктов, и он все время отрастает, я в каких-то разочаровываюсь, думаю, ладно, они мне разонравились, уже я их вычеркиваю, другие отросли, да, но вы знаете, часть этих пунктов, они отрастают по ходу дела, пока одно рисуешь, да, уже рисуешь одно, начинает хотеться другого, надо быстро записывать, что еще вот это я хотела нарисовать, да, там, не знаю, бывают какие-то, посмотришь на какую-то, ага, вот, я вижу, что к вам уже пришли, в общем, коллекционируйте идеи, что делать, когда у вас будет в следующий раз возможность порисовать, и тогда, то есть у вас нету проблемы, что у вас вдохновение нет, у вас проблема в том, что вы не знаете, что делать, когда у вас короткий, короткое окно для этого наступило, просто нужно материал готовить для этого заранее, да, вот, да, спасибо, что вы пришли со мной онлайн, для того, чтобы кто-то еще смог из этого пользоваться, влечь, спасибо большое, хорошего дня вам.